Ростов сегодня это старт осеннего призыва и пресс-конференция по его деталям и интерактивный прием губернатора, где решился вопрос с выплатами переселенцам из аварийного дома на Станиславского. Это планерка главы администрации с вопросами по отопительному сезону и озеленению и приезд в Татаро-Башкирский культурный центр заместителя премьер-министра Татарстана, а также пополнение музея железнодорожной техники двумя паровозами 40-х годов. Ростов сегодня это творческая встреча молодежи с лидером рок-группы Агата Кристи Вадимом Самойловым, а еще это открытие звезды писателя и летчика Петрония Гай Аматуни, поражение хоккейного Ростова от молота и выдыхающийся ветер за окном. На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ее ведущий Дмитрий Сумской. Здравствуйте. Основной документ для призыва – бумажная повестка. Мобилизации не ждать, все хорошо идет по набору, по контракту, даже лучше, чем ожидалось. Это слова председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова о старте осеннего призыва и возможной новой волны мобилизации. Об особенностях этой призывной кампании в Ростовской области сегодня рассказали на пресс-конференции. Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до конца года. В общем, все как обычно. Как и число новобранцев-срочников от нашего региона – порядка 4000 человек. Но помним, теперь уже до 30 лет. Как отметили на пресс-конференции, по началу призывной кампании подготовка у новобранцев достойная. Ведь в Ростовской области разработана программа патриотического воспитания до 2030 года. Это и введенный в этом году в школах урок основы безопасности и защиты Родины, и работа юнормейских отрядов, ДСААФ и так далее. В целом, эта система дает уверенность нам всем сказать, что наши ребята подготовлены достаточно профессионально для выполнения служебных обязанностей в вооруженных силах Российской Федерации. Военком заверил, срочников по-прежнему не будут отправлять на СВО и в новые регионы. И теперь уже не попадут призывники и в приграничные – Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Более 50% наших призывников останутся также служить на территории Южного округа, как я сказал, это Южный федеральный, Северокавказский федеральный округа. И большинство ребят останется на территории Ростовской области. Также уйдут в учебные части и традиционно, еще раз говорю, 25 граждан будут направлены для прохождения военнослужбы в президентский полк комендатуры Московского Кремля. Около 500 человек уйдет в прохождение службы с полученной военноучетной специальностью. Электронные повестки в этот призыв рассылать не будут, хотя единый реестр воинского учета заработает уже 1 ноября. И в Ростовской области эта система готова. У нас полностью материальная база получена, разнесена и подключена в систему. То есть у нас система уже это работает. Сотрудники прошли обучение. Но осенний призыв пройдет традиционно с вручением на бумажных носителях повесток, как вручая их лично, так и через заказные письма. При этом год срочной службы новобранцы могут заменить тем же годом контрактной, со всеми вытекающими отсюда мерами стимулирования и поддержки. При этом он получает все льготы, все выплаты. В данном случае это 1,2 млн от губернатора, 400 тысяч – это президентская установленная. То есть он вправе заменить. И у нас таких много. Но скажу, что более в этом году военнослужбе по призыву заменили на военнослужбу по контракту почти 300 человек. Заключить контракт можно и в процессе службы по месту ее прохождения. Здесь выплаты поменьше. Первая отправка новобранцев запланирована на 20 октября. Инна Билан, Андрей Токарев, Первый Ростовский. В ноябре жильцы аварийного дома номер 272 на Станиславского получат компенсационные выплаты на покупку нового жилья. В этом Василий Голубев заверил глава администрации Ростова. Также на интерактивном приеме губернатора решались вопросы по прокладке водовода, ремонту дорог и ДК. На данный момент я не понимаю, где я буду жить. Денег не дадут. И когда их дадут, соответственно смогу ли я хотя бы коврик купить. На интерактивный прием губернатора пришла жильец дома номер 272 по Станиславского признававарийным в 2019 году. Сейчас его расселяют. Жильцам предлагают компенсационные деньги на покупку нового жилья. По суммам со всеми договорились, теперь нужно ускорить процесс их выплаты. Глава администрации Ростова пояснил, жильцы 4 из 17 квартир новые уже получили, а остальным ждать возмещения недолго. Мы уже заявлены в институте 30 подали, институт на школу все поддерживают, поэтому все 12 членов, которые было от данного того, что согласились с коврикой стоянности, деньги на воду в ноябре получат. Раньше срока, вне программы. Василий Голубев потребовал от Минстроя процесс расселения ускорить. Тогда 31 октября у вас срок доклада, что эта часть работы исполнена. Я понимаю так, что если она будет в октябре завершена, тогда вы сможете людям в ноябре отдать деньги. К ноябрю, но уже следующего года, проведут водовод по поселку Донские Зори. Сейчас централизованного водоснабжения там нет. Многие жители во дворах сделали себе скважины, пробурили, но вода по всем показателям качества является техническая, жесткая, непригодная для устремления питье. Питье воду покупают в магазинах, мы покупаем, это неудобно, это дорого. Глава администрации Усть-Донецкого района доложил, что проектно-сметная документация на разводящей сети уже есть. Нужно построить около трех километров водопровода. В областном бюджете на это предусмотрено 58 миллионов рублей, подтвердили в Минжекыха. И губернатор поручил контролировать ход работ. Для развития территории, очевидно, нужно комфортные условия, в том числе вода. Понятно, да? И если мы хотим сохранить, в том числе и малые населенные пункты, как поселок Донские зори, то, очевидно, там можно создавать условия, чтобы люди строились, оставались там жить и так далее. В поселке живут всего полторы сотни человек, но с водопроводом для строительства жилья подготовят 50 земельных участков, заверил глава района. Два обращения к губернатору были по дорогам. В станице Казанской, Верхнедонского района отремонтируют улицу Щербакова. До 1 сентября дорога должна сделать. Срок мы этот записываем, мы его отрабатываем, ну и заявитель увидит результат, информацию мы точно будем иметь. А к октябрю 2025-го обновится дорога в райцентре Орловского района, два километра почтового переулка. В данный момент дорога находится в неудовлетворительном состоянии. И трёдное асфальтовое покрытие имеет много проседаний, имеются множественные ямы. Это, конечно же, снижает уровень безопасности дорожного движения. Смета на ремонт готова. Из областного бюджета выделяется 27 миллионов рублей. И к тому же, следующему октябрю по просьбе жителей советского района отремонтируют сцену и зрительный зал на 250 мест в Чирском центральном сельском ДК. Объект победил в конкурсе инициативного бюджетирования. 2,5 миллиона на обновление даст областной бюджет, плюс поможет бизнес. Мария Индрикова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Все соцобъекты и 96% многоэтажек с центральным отоплением готовы к холодам. Подготовка города к отопительному сезону стала одной из главных тем сегодняшней планёрки главы администрации Ростова. Ещё одним вопросом стало озеленение. В осенний день древонасаждения город должны пополнить 2500 деревьев и 4000 кустарников. Все школы, садики, больницы и другие соцобъекты Ростова к отопительному сезону готовы, а жилой фонд подготовку завершает. Об этом на планёрке главы администрации докладывает руководитель ответственного департамента. Из 4807 многоквартирных домов с центральным отоплением регламентные работы выполнены в 4653 домах 96%. Оформлены паспорта готовности. На сегодняшний день подготовка завершена на 98%, железнодорожным – 94%, кировским – 96%, ленинским – на 100% работы выполнены, октябрьским и первомайским – на 95%, пролетарским – 94% и советским районам работы выполнены на 100%. В предотопительный период коммунальщики проводят ремонтные работы и при необходимости меняют оборудование. Ресурсоснабжающие организации поддут воду до дома. Вода дойдёт. В доме начнутся пробки, регулировка рамок. Управляющие компании у нас готовы к этому? Управляющие компании готовы. Мы для этого с ними собираемся. Ну и с районами каждую неделю для этого провели гидравлические испытания, опрессовку в том числе. Замечания Ростехнадзора нужно устранить до 1 ноября. Неотъемлемая часть подготовки – работа с долгами за потреблённые коммунальные ресурсы. Они снизились на 73 миллиона рублей. Но это меньше 9% общей суммы. Следующий вопрос планёрки – озеленение. На него в этом году выделено 240 миллионов рублей. Всего планируется высадить более 28 тысяч штук кустарников, гортензия, форзиция, спирея, можжевельник и кустарники в живую изгородь. Беричуна и барбарис. Определено более 60 локаций. Это наши основные магистрали. В том числе кольцевые развязки на космонавтов Королёва при вокзальной и рабочей площади. Высадят этой осенью и больше 2 миллионов луковиц тюльпанов. Кстати, заметно больше прошлогоднего. А 19 октября, в день осеннего древонасаждения, в городе появятся ещё и 2500 молодых деревьев и 4000 кустарников. К празднику, как всегда, присоединятся учебные заведения. Весь посадочный материал будет приобретён в питомниках Ростовской области. И, конечно, акцент делаем прежде всего на те здания, которые вновь введены и где разработаны дендропроекты. А в целом мы высаживаем 546 деревьев. Но этого по расчётам Алексея Лагвиненко недостаточно. На территориях школ и детсадов нужно высаживать больше. В пример глава администрации привёл Левобережный парк. Сажать нужно там, где это востребовано, где это нужно, и кто будет за этим ухаживать. Также на планёрке озвучены темы предстоящего заседания Гордумы, в их числе развитие общественных движений детей и молодёжи и строительство детских и спортивных площадок во дворах. Алина Николаева, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. В Татаро-Башкирском культурном центре земляки, открытом в Ростове в 2022 году, в знак дружбы нашей области и Татарстана, побывал сегодня заместитель премьер-министра республики, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Говорили о проектах центра и реконструкции соборной мечети. Татаро-Башкирский культурный центр в Ростове называется «Якташлар», в переводе это «земляки». И сегодня здесь встречают земляка из правительства республики, заместителя премьер-министра Татарстана и, к тому же, Василь Шайхразиев, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар. Открыт этот центр в 2022 году. Этот центр появился благодаря решению господина губернатора Голубева. При встрече с нашим главой Миниханом был разговор о том, что татары здесь живут, созидают, работают и неплохо было найти помещение. Благодаря общим усилиям вот это помещение дали, мы его отремонтировали и сегодня есть возможность собираться, обсуждать как раз все вопросы, связанные с татарским языком. В культурном центре отмечают национальные и общероссийские праздники, проводят образовательные занятия для детей и полезные для пожилых людей. Когда встречаются два региона, то появляются совместные проекты, как в Ростовской области, так и в Республике Татарстан. Благодаря таким совместным встречам у нас появился татарский культурный центр, где мы находимся, потому что именно два региона при встрече договорились, и теперь появился такой островок дружбы. На встрече обсудили ход реконструкции соборной мечети Ростова. Ей занимаются Центральное духовное управление мусульман Ростовской области и главный имам Ахунт региона Мухаммед Бекмаев. Эта мечеть – центральное культовое место для мусульман Ростова и ближайших территорий. Увеличение ее площади в границах существующего участка согласовано властями области и города. По завершении реконструкции потребность в обместительной и величественной мечети будет полностью восполнена. На сегодняшний момент завершается строительство каркаса, то есть это очень знаковое событие. И в будущем, после завершения реконструкции, у нас запланировано много различных мероприятий, программ по сохранению традиционных духовных ценностей, а также патриотических мероприятий, чтобы люди жили в мире согласия. Культурный центр регулярно участвует в конкурсе губернаторских грантов и в 2023-м получил субсидию на реализацию проекта «Татары Дона» – сохранение культурного наследия. А в этом году на проект сохранения и развития национальных видов спорта «Батыры Дона» – Роксана Базазян, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Декада пожилых людей началась сегодня в регионе. Точнее, в данном случае, можно сказать, стартовала. Ведь участники праздника собрались в спортивной школе на соревнования. Там можно было и побегать, и в теннис поиграть, и канат потянуть. Настрой и волю к победе таких людей не сломить. Ветеран и узник в концлагере Николай Герасимов пережил многое, но жизненной активности не растерял. Спорт не только по праздникам. Я как-то всю жизнь много спортом занимался, как поддержался. Старался бегать в фонду. Ну, насколько удалось, буду проверить здесь. Все хорошо организовано, полезно, это хорошее есть. Настроение хорошее. В соревнованиях к старту декады пожилых участвуют девять команд. Восемь – это подопечные центров соцобслуживания населения плюс команда городского совета ветеранов. В командах по пять человек. И несмотря на их возраст, программа активная и насыщенная. Эстафеты, перетягивание каната, бег, теннис, всевозможные активности, которыми, в принципе, занимаются наши пожилые люди в обыденной жизни, приходя в Центры социального обслуживания населения, в парки нашего города. Поэтому, мне кажется, праздничный день – это такой еще один повод собраться вместе и продемонстрировать, что даже в пожилом возрасте можно быть активным, здоровым, счастливым, в хорошем настроении. И для поднятия настроения этим людям не обязательно побеждать. Беговые, силовые, игровые упражнения просто делают моложе. Все активные и спортивные получили награды, а после попробовали угощения от хозяек, которые не только испекли пироги и торты, но еще и украсили их стихами. В общем, вполне себе вкусная и здоровая пища, как положено в спортшколе. Марина Орлова, Юрий Санкин, Первый, Ростовский. От сувениров до мебели, от выпечки до одежды. В Батайской исправительной колонии устроили выставку продукции, сделанной заключенными. Ее цель – найти заказчиков. Хотя смастерить что-то на продажу – только часть программы. Еще важнее здесь – освоить профессию и честно работать в ней после освобождения. Нигерец Мохаммед Баккаюка был студентом одного из ростовских вузов. Но желание легко заработать незаконным способом на 4 года перевело из аудитории в камеру. Но и здесь можно чему-то учиться. И осужденные осваивают профессию пекаря-кондитером. Меня, видите, легко. Я управляюсь, я все пекаю здесь. Мы делим на выпечку. Сусиски, булочки. Булочки, знаете, да? Да. Пирожки. Они все жарятся здесь. Кекс. Перечень профессий предлагается достаточно широкий. И Анатолий Твердов вплотную занялся лазерной сваркой. 21 век. Технологии не стоят на месте. Очень приятно так работать, когда станок, во-первых, геометрия ровная. Заказчики довольны. И сама продукция получается красивая и правильная. Заключенные уверяют, готовы расплачиваться за провинности ударным трудом. Заработает срок, идет быстрее. А главное, перспективы трудоустройства после освобождения растут. Центры трудовой адаптации есть в 10 колониях региона. К работе привлечено больше 90% осужденных. Производят они стройматериалы, мебель, бытовую, химию, одежду, продукты, сувениры. Все это должно найти покупателей. И для потенциальных заказчиков в Батайской колонии организовали презентационную выставку. По итогу будет представлено гостям, будут представлены прайс-листы, каталоги производимой продукции для организации взаимодействия. Также будут доведены все плюсы работы с учреждениями уголовной исполнительной системы. У нас с каждым годом ассортимент производимой продукции растет. Качество подтверждается. Та продукция, которая подлежит обязательной сертификации, она сертифицирована. А для модернизации процесса производства приобретается современное оборудование по федеральной целевой программе. Анна Туполь, Роман Саганов, Николай Кубышкин, Первый, Ростовский. Строительство моста в Красном Сулине, связывающего центр города и поселок Скелевадский, планируется завершить в ноябре. Качество и интенсивность работ проинспектировала группа губернаторского контроля во главе с руководителем Минтранса. Также в маршруте объезда школа и площадка ГТО. Скелевадский мост связывает одноименный поселок, где живут полторы тысячи человек, с центром Красного Сулина. В прошлом году старую и просевшую из-за лопнувшей балки переправу разобрали и начали возводить новую. Из областного бюджета на это выделено больше 180 миллионов рублей. И мост уже готов почти на 80%. Его расширили до двух полос с тротуарами. Подрядной организацией выполнены работы по демонтажу старого моста, соответственно, переносу инженерных коммуникаций. Сейчас установлены опоры, балки перекрытия, амоничивание балок. Остались работы по обустройству тротуара, дорожного полотна, как видите, и установки им костей под прием ливневых вод. В планах следующего года это рассматривать будем. Глава обратился с предложением, чтобы дорогу, которая подходит к мосту, чтобы тоже отремонтировать ее, чтобы обеспечить здесь нормальное движение. Здесь у нас и автобусы ходят, и дети в школу, в школьный маршрут, поэтому есть чем позаниматься. Как идет стройка, проверила группа губконтроля. А дальше осмотрела новую спортплощадку для сдачи норм ГТО на стадионе «Металлург». Оборудование и спецпокрытие для нее куплено по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». И, как уверяет завцентром тестирования, любители физкультуры это оценили. Не только дети и взрослые, а все наши красносулинцы с 7 утра до 9 вечера приходят. Сейчас, конечно, в рабочее время поменьше. А вечером после работы здесь с 5 до 9 здесь у нас аншлаг. А на улице Гагарина капитально обновляют школу номер 2. К тому же делают пристройку на 100 мест для начальных классов. Тут замгубернатор отметил недостаточные темпы работы и поручил подрядчику принять дополнительные меры для скорейшего завершения объекта. Там еще большой объем идет по малярке, слаботочке, вентиляции. Нужно ускоряться тем, чтобы закончить объект до конца года. Потому что параллельно с пристройкой ведется еще капитальный ремонт существующей школы второй. И вот эта пристройка нам позволит ликвидировать в школе вторую смену полностью. Это очень важная задача, которую нам президент ставит, губернатор. Группа губконтроля возложила цветы к вечному огню мемориала Победа. Здесь на пожертвования граждан привели в порядок Стеллу и Олег Героев благоустроили территорию. А в завершении рабочей поездки замгубернатора министр транспорта провел прием граждан. Анна Туполева, Первый, Ростовский. Два паровоза 1940-х годов пополнили экспозицию Музея железнодорожной техники на станции Гниловская. Отремонтировали и выставили их ко дню рождения РЖД. Компании исполнился 21 год. Сегодня со школьниками и студентами на новичках прокатилась наша съемочная группа. Он короткобазный, трехосный паровоз. За счет своей короткой базы он мог переваливать резкие переходы противника. Этот паровоз серии «Мягкий знак» – самый возрастной в музее железнодорожной техники СКЖД в Гниловской. Работает он четыре раза в год и один из таких рейсов сегодня – в день рождения компании РЖД. В пути пассажирам, школьникам и студентам рассказывают о его особенностях, погружая в историю железных дорог. Видеть всю эту технику, которая прям старше, чем я, старше, чем даже мы все тут. И это история очень богатая, история железной дороги. И у меня просто восхищение от всего этого увиденного, то, что здесь происходит. К 21-й годовщине РЖД коллекция экспонатов музея пополнилась еще двумя горячими паровозами. Один из них – трофейный ТЭ-322 времен Великой Отечественной войны. В 1942 году он построен в Австрии, а в 1951-м в качестве репарации перешел на железные дороги Советского Союза. Второй наш – Сергороджи Никидзе, отработавший с 1947-го до 90-х на СКЖД, а затем в составе туристических поездов. Стараниями наших ремонтников, которые в депоте Хорецких оживляют для всего инвентарного парка ООО «РЖД», вот 12 единиц, вернее 11 единиц находятся в нашей экспозиции. Вот три сегодня возят, катают наших ресурсантов, наших будущих междорожников. Это студенты РГУПСа, студенты техникума, ну и просто школьники, которые пришли к нам в этот день в музей. Ко дню кампании в музей подготовлена большая экскурсионная программа, увозящая участников в историю, как путешественников прошлых столетий. Алина Цыганкова, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Лидер рок-группы Агата Кристи Вадим Самойлов приехал в Ростов на творческую встречу с молодежью. Организовал ее Народный фронт, так что разговор шел в основном о современной политической ситуации, патриотизме и так далее. А из песен «Что-то, как на войне» музыкант спел под гитару, «А что-то, в том числе, я не забуду, а тебе никогда» с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа. На Берлин. Песня, которую Вадим Самойлов написал когда-то перед днем Победы, стала композицией нашего времени, только география войны другая. И не случайно на творческой встрече с молодежью лидер Агаты Кристи поет ее с артистами ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Ну а на старые хиты рок-группы вроде «Черной луны» и «Как на войне» берет гитару. «На тебе, на моей, а на моей, а на тебе, я устраю, кончен бой, берет под дверь, иду домой, кончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего, а мы живем, а нам с тобой, и повезло, надо зло». Этот концерт – часть проекта Народного фронта «Время в лицах», рассказывающего истории преемственности поколений в боях за свою страну. То есть дед-прадед воевал Великую Отечественную, внук-правнук на СВО. «Наш проект является уникальным, потому что еще такого не было, потому что у нас идет специальная военная операция, и вся страна объединена тем, что помогает нашим бойцам по различным материальным имуществам. Но мы еще решили поддержать наших бойцов, так скажем так, душевно, и мы хотим показать всех людей, которые вносят свой вклад в то, чтобы наша страна была великая и сильная». Тут же выставил свою коллекцию шевронов Вадим Савин из Свердловской области. Собирать ее он начал в мае 2022-го, когда впервые побывал в зоне СВО в качестве волонтера. И первый шеврон нашел именно в Ростове. Теперь их больше тысячи, но сюда приехал 761. Символично, как автомобильный код нашей области. «Шеврон и СВО – это новый русский фольклор, потому что на маленьком лоскутке материала ребята выражают свое настроение, философию, состояние души, боль, отчаяние, ну или делятся своим чувством юмора. Поэтому шеврон – это больше, чем шеврон». Но вернемся к Вадиму Самойлову и причинам его совместного творчества с ансамблем СВО. «Вадим – большой профессионал, и песни, которые он исполняет, конечно, очень важны для бойцов. Мы с ним, можно сказать, на одной волне. И очень приятно делить такую сцену с таким именитым артистом». С молодежью музыкант говорил о патриотизме, активной гражданской позиции, складывающихся из этого новых песнях. «То, что появляются песни, которые я называю гражданской лирикой, в них есть прямо и буквальное высказывание. Потому что, когда я в 2015 году увидел разрушенные города Донбасса, слова были очень прямые. Поэтому в песне на Берлину они очень прямые. Ну и, конечно, какое-то философское пересмысление, наблюдение за людьми войны, за тем, как люди поступают, как люди на войне в битве стараются сохранить человеческое лицо. Все это ложится в основу какого-то пересмысления философского в текстах новых». Вадим Самойлов проанонсировал выход нового альбома «Гражданская лирика» этой осенью. А некоторые композиции уже можно послушать в его соцсетях, при этом, конечно, не забывая старых. «Никогда, никогда, никогда, никогда с тобою буду до конца, до конца, до конца, до конца, до конца». Роксана Базазян, Юрий Лешко, Первый, Ростовский. Передвижная мультимедийная выставка «Ростовская область. Моя история» переехала в Матвеев курган. Здесь ее показ был посвящен воссоединению с Россией, Донбасса и Новороссии. Тем более, что один из блоков экспозиции рассказывает о специальной военной операции. Историю здесь показывают в том числе в игровой форме, что особенно интересно приехавшим на выставку юнормейцам. «Интересная военная игра. Здесь мы собираем самолет. Мне это очень понравилось. Довольно увлекательное действие. Хоть и не успел, но было невероятно интересно». У выставки 16 интерактивных панелей. Здесь история нашего региона, начиная с Октябрьской революции, событий Великой Отечественной и, как уже говорилось, современной истории СВО. А еще и географические особенности наших мест – казачьи традиции. «На сегодняшний день выставка уже посетила три муниципальных района. Это Неклиновский район, город Таганрог, Мясниковский район. Ну и, соответственно, до конца текущего года по поручению губернатора данная выставка посетит непосредственно 10 муниципальных образований. Ну и с начала 2025 года мы планируем, что данная выставка посетит все 55 муниципальных образований. До конца года мы планируем охватить более 10 тысяч граждан Ростовской области, которые посетят данную выставку». Проект «Ростовская область. Моя история» – победитель всероссийского конкурса «Регион для молодых». Передвижная выставка объедет весь регион по поручению губернатора. Петроний Гай Аматуни – звезда советской детской литературы. Многие школьники тех лет читали «Чао» победителя волшебников, «Гаяну» или, если бы заговорил, «Сфинкс». А теперь у донского писателя, пилота и сказочного волшебника появилась собственная звезда в Ростове. «Когда вас попросят назвать донского писателя, конечно же, первая фамилия, которая вам придет в голову, это будет Шолохов. Может быть, кто-то вспомнит Серафимовича, Санженицына. Но Петроний Гай Аматуни вспомнит минимальное количество людей. А зря. Донской Сент-Экзюпери прожил очень яркую и интересную жизнь». Ему суждено было стать сказочником, ведь его даже звали как-то по-волшебному Петроний Гай Аматуни. Будто свою визитную карточку вам дал восточный маг. А он и творил магию для детей. Робот-победитель злых волшебников «Чао», тайны далекой планеты Гаяна, мошенники, бандиты, шпионы в центре Ростова – «Все это миры, придуманные Аматуни, в которые до сих пор интересно погружаться юным читателям». «Дети всем известны персонажи, объединявшие науку с волшебством. Помощник робот-чао, друг надежный. Малышка-елочка, зимы чудесные, колдовство». «Его кабинет, его запах, его книги – это особая такая атмосфера чего-то сказочного, необычного, мудрого. И такого вот до сих пор вот я смотрю любую фантастику и понимаю, что дед мой знал, что да такое, что никто не знает». Родился Петроний Гай Аматуни в 1916-м в станице Великокняжеской. Сейчас это райцентр Пролетарск. В 30-х годах трудился инструктором по авиамоделизму и обучал людей планерному спорту. Это было в то время, когда полет считался делом предельно отважных людей. А обучать летать мог только человек, преданно верящий в будущее крылатых машин. «Имена этих героев воскресли». В войну, что логично, он стал летчиком-инструктором, а после окончания боев в 15 лет был командиром гражданского воздушного судна. В общем, настоящий романтик. И хотя иногда был строг, но как добрый волшебник, справедлив. Он был самым первым автором, который давал дружеского, но очень ценного пинка моим детским рассказам. Мне было 13 лет, я написал первые фантастические рассказы. И очень много зависит от того, к кому первым попадет молодой автор. Его дальнейшая творческая судьба очень зависит от того, в чьи руки он попадет. Мне очень повезло, я попал в очень добрые руки Петруния Гая. А еще Аматуни стремился принести элементы фантастики в окружающую действительность. Он называл одну из внучек звездочкой, вторую назвали в честь его произведения Гаяной. Я себя ощущаю полностью Гаянкой. Гаянцем, понимаете, я не с этой планеты. Вот именно, какими он описал Гаянцев, вот понимаете, как назовешь корабль, так он и поплывет. А жена была для него елочкой. Именно она про образ героини повести Чао «Победитель волшебников». Ну и, конечно, он очень любил Ростов. События его книг часто происходят здесь. А теперь город отдает должное. На его Ворошиловском проспекте можно прикоснуться к звезде, летчика, писателя и мечтателя. Петруния Гая Аматуни. А уж тем более писателя фантаста, можно вообще загадывать любые желания. Иван Полехин, Руслан Хамчиев. Первый ростовский. После победы 6-2 над занимающей последнее место Ишсталью, хоккейный Ростов отправился в Пермь, к чемпиону ВХЛ прошлого сезона Молоту. Этот клуб и сейчас в лидерах и мощно ударил по нашему, хотя первыми забили мы. Мить протащил шайбу за воротами и выложил под бросок Каменскому. Тот вратаря пробил почти, а Урулин гол доделал. Сравнять счет хозяева смогли во втором периоде в большинстве, а в третьем добили гостей тремя голами. Причем начали на 37-й секунде периода, показав, что тоже умеют играть за воротами. У Ростова в активе только хлесткий бросок в штангу, но не больше. А Молот в ворота попадал и победил. 4-1. К сожалению, не играли два основных защитника, которые большинство у нас закрывали. Так что, конечно, их не хватало очень сильно. Мы, к сожалению, каждая потеря, в особенности в обороне, для нас очень ощутима, потому что у нас нет равноценных замен. Завтра у Ростова следующий выездной матч в Кирово-Чепецке. Олимпия пока не блещет и идет на 27-м месте. Мы чуть выше, 22-е. Хорошие погодные новости для тех, кому надоели пыльные бури, качающиеся деревья и улетающие вещи. С завтрашнего дня ветер начнет успокаиваться и в четверг-пятницу чуть ли не остановится. Укоротителем, пусть и не самого ветра, а его прогноза, выступает метеакор Иван Полехин. Ростовчане, мои любимые, всех вас от души, как всегда, приветствую. И крепко-крепко, виртуально, конечно же, обнимаю. Ветрено у нас, правда, последние дни в Ростове. Да и, в принципе, наш город входит в разные топы самых ветреных городов страны. Этим делом нас, конечно, природа не обделяет. А вы знаете, что рекордная скорость ветра, зафиксированная в городе, была в 1948 году. Вы только представьте себе, тогда порывы движущегося воздуха достигали скорости 67 метров в секунду. Это эквивалентно 240 километрам в час. Ну, то есть, все было очень серьезно. Вырывало с корнями деревья, разрушало здания. В общем, такой мини-апокалипсис. Ну, это при том, что по официальной шкале скорости ветра, скорость больше 33 метров в секунду считается ураганом. Только представьте себе. Ну, надеюсь, что такого сильного ветра мы этой осенью здесь, в Ростове, не дождемся. А чего ждем завтра от движения воздуха, расскажу буквально через 25-26 секунд. Сегодня ночью в Ростове еще прохладнее. Всего плюс 11 под луной, а на солнце воздух прогреется до стандарта последних дней 24 теплых градуса на термометрах. Ну и главная новость дня. Ветер начнет успокаиваться. 4 метра в секунду с востока, по нашим меркам, затишье. А дальше вообще метр два останется. Атмосферное давление переключается на рост, но остается низким. 753 миллиметра ртутного столба. В небе солнечно с редкими облаками. А на этой позитивной ноте я с вами и прощаюсь. Увидимся на ростовских улицах. Таким был Ростов сегодня. Каким он будет завтра, смотрите на первом ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте и смотрите на Рутубе. В студии был Дмитрий Сумской. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова